но она того стоит вот так вот оба ты смотришь перпят у сплэй меня зовут саша играем в рыцаре в шляпе в шлеме и в шляпе это чтобы вдруг случайно зашедший человек понимал вообще здесь творится знаешь я вот думал отложить это дело но решил все же сгонять за новыми пушками потому что а чё тянуть били боб а чё тянуть а потому что во первых мне очень интересно что еще за пушки они понадумывали понапридумывали а во вторых опять окажется так что какие-то пушки не удел оксана бывает так что отправляемся стамбул дополна шпинки аутхаус более это не то ли он который не может телепортироваться когда него смотрят орки тут под суровым взором орков в том числе тир может даже в унитаз смыться вообще похер потому что полностью похер единственное на что не похер и ему и мне ему потому что он явно хочет продвижения нравится подсказка тем временем да тем временем у нас здесь а мне потому что я жажду узнать что тебе нравится что тебе хочется и так далее ставь лайк пиши комментарий я жду это под каждой игрой под каждым видео да конечно я в курсе этой темы из разряда не сказал не поставили не потому что плохой человек а просто потому что но ты ж не сказал саш ну в принципе так во всем а то есть это как бы с одной стороны все логично а с другой стороны люди не следуют логике люди в большинстве случаев следуют эмоциям какая из эмоций говорит тебе возьми поставь лайк да по сути никакая напрямую так вот новые пушки у меня кстати 8 уровень здесь уже и на восьмом уровне мы можем но я возьму эту пушку потому что скоро будет 9 бабло есть но пока что она в руке не ляжет скажем так дальше я возьму эту пушку потому что тоже могу себе это позволить несмотря на то что до нее не факт что даже в этой серии доберемся она на десятом уровне по самое святое дерьмо и также я возьму вот эту пушку потому что ей как раз я уже могу сейчас пользоваться опять таки огненный урон но это время другого ждать не стоит до на следующий уже не хватит или на не безумитель или что кстати я думал изначально что какой-то у нас десятка да 300 монеток на самоцветиков а мне 270 ладно хорошо забегу на десятом еще хочу это она а он сразу взял руки точно он сразу же его взял в руки и мне хочется сравнить с предыдущим и это разница йо-ма-йо какая ну я так рассчитываю что будет прям воу и жестокость тоже будет о слушай а вот теперь и думай после этого и надо срочно проверить на этом защищенном орке которого огненный щит активирован перманентно я даже ни разу не видел чтобы они его без него были посмотрим посмотрим это очень даже интересный посох опс а не нормально девчонки блин я не знаю вот вот мне прям хочется обратно на то же место но настолько привык просто к тому что это еще с диаблы да когда ты понимаешь что ну откуда приехал туда и уедешь что в телепорте что в портале ну ладно ладно подожди еще и поджарил кстати да да этими турбинами можно жарить и врагов и все но я тебе передать просто не могу это надо чувствовать насколько она тонкая в управлении что к этому нужно долго привыкать чтобы это было оружием прям а мы отправляемся на ближайшую нельзя потому что там дождь какой-то токсичный поэтому мы отправляемся сюда не на ближайшую но на ту которая доступна точку то характерно я не понял юмора конечно но очень рассчитываю что дальше будет больше боссов здесь с другой стороны опять же то о чем я говорил у этого кузнеца не договорил я когда увидел что 14 этих зон я подумал ну блин это что-то многовато а в прошлой серии они так быстро понеслись что я уже так не думаю надо сейчас проверить она действительно себя может грохнуть или это так случайность трагическая она кстати она сразу по 2 единицы боезапаса тратит но она того стоит у единственный минус чего не было с той пушкой у нее действительно урон по площади причем себя этот урон уродует очень лихо то есть с этой пушкой либо не подпускать врагов к себе либо либо если подпустил не стрелять это минус знаешь неожиданный надо сказать минус ну ладно ладно и я не исключаю даже что если это будет дальше так часто проявляться то я откажусь от этого посоха потому что нам нужен метрик а то и полтора чтобы не накрыло чтобы не накрыло чтобы не накрыло но урон термоядерный поэтому но тратит пулек больше там нигде там нигде или где-то указано что она тратит по 2 единицы боезапаса за выстрел или может быть это как-то связано с тем что у меня такая шляпа да нет с тем же посохом такое не работало да метриков до врага должно быть до хера но с другой стороны это повод юзать время от времени другое оружие ну давай свою конфету уже ладно не конфету все равно давай пять с половиной тысяч урона оно способно выдать причем я до сих пор даже не понял по какому принципу вылетают пульки из врагов хотя тем более в этом случае они выглядят как шарики такие пузыри даже не шарики пузыри но этим посохом ты посмотри как классно выносить бочки а что это такое у нас нет он не настолько крут он не настолько крут чтобы снести эту преграду дядь а что это такое вообще кстати а что там у нас что там у нас что там у нас по тяжелым пушкам как раз восьмой уровень да ну да я думаю может это какой-то дополнительный хитрожобый квест его куда-то провести этого мужичка или это сир которому не по зубам оказалась данная гробница не знаю били эй а я думал мы выдержим я был уверен что 600 жизней хватит и тверь думай что в следующий раз взять удача судя по всему вообще идет на хрен ну просто потому что знаешь я вот когда играю я как-то ну не рассчитываю что ли на удачу смысле я могу неподвижно стоять я могу а в чем прикол или это из разряда я так часто стреляю что игра даже решила меня наградить за это нет определенно у этого посоха у этой пушки даже есть абсолютно четкие плюсы но такую броню все равно он пробить не способен и да пульки за вот знаешь они пофиксили какие-то баги хер знает какие на самом деле я не читал какие конкретно но они написали об этом и там обновление было как раз вот сегодня но вот со стенами все еще есть над чем работать разлет еще конечно очень большой этой пушки но возможно это не минус вот они специально мне не выдают этих орков с огненными щитами или это так случайно получается кто-то считает кстати о щит кто-то считает сколько раз сир у хайдакал уже сам себя этим посохом есть соображение сколько еще будет таких моментов плавы а вот и он есть так мы можем даже огненный его заряд остановить мне показалось или это сволочь настолько крута что я не могу его убить с первого раза а почему я тебя не подаю потому что они летят на определенное только расстояние и эти парни с дробовиками с обрезами они дамажат ой 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 то есть прям мама не горюй дамажит они у меня впечатляет что я тут уже был и сюда у меня полное впечатление что я тут уже был конечно решили повторить мне сука как несется уже несется сука давай прыгай ну даже после смерти тир на что-то способен а оттуда нельзя было выбраться это было сортир по-другому не назвать но бочки он сносит на 1 ого а тут оказывается еще еще и скорость такая может быть знаешь вот просто просто кому-то может показаться что да саш ты взял себе такую пушку которую вообще сносишь всех кого кого только можно и кого даже нельзя а на деле ты посмотри на это и да скорострельность у нее конечно четкая не мне во-прежнему не хватает жизни вот у меня впечатление что мне не хватает жизни просто жесткая суровая не хватает жизни максимума жизни имеется ввиду сука ладно подождете подождете у нас тут даже дыба своя неуничтожимая так а что наверху окей подождите ребят подождите я еще не разобрался что-то у нас такое по идее это апгрейд для хотя вряд ли для нового меча будет апгрейд я же еще в руки его не брал ну посмотрим интересная иностранная шляпа ну вообще-то защита от огня 50 процентов у нас у меня же знаешь вот чуть-чуть буквально капельку пахнула элькон лава или рейденом тварина ладно они вынуждают идти в ближний бой относительный конечно само собой знаешь что это вот с броней он прям способен сопротивляться в принципе в этом посохе не особо это и нужна та шляпа он и так ядреный им по хорошему даже проще себя ухайдакать когда стреляешь тремя зарядами сразу посмотрим посмотрим ну то есть достаточно быстро летят снаряды мне кажется даже быстрее чем у того чем у той пушки да и в целом посмотрим я бы не сказал что что одним лишь огнем посят чтобы так радоваться 50 процентной защите от огня а ну-ка сейчас я попробую вылететь не как обычно в трубу а увы все равно не поддается на видишь ему не хватает теперь раньше хватало вроде или нет там даже непонятно сколько урона потому что 676 и еще что-то белыми то есть двойной урон а еще когда прижимаешь их стене он начинает очень специфически себя вести ну очень как ты выжил и они все так выживают да так секундочку секундочку там еще определенно было ответвление куда хочется сходить а также не то чтобы хотелось посидеть на этом стуле с шипами я не помню называется этот паточный агрегат а на интересно что там такое вроде ничего для натуражу сделали включительно да похоже а ладно потом переставлю ничего страшного что я тут целюсь у меня же не посох она умеет как-то заряжаться теперь это красной фигней вот видишь ему проходит только белый урон но проходит предыдущая пушка не могла даже это сука нифига себе я думаю в скором времени мне будет катастрофически не хватает тех гномиков на лечение ибо ты посмотри мне уже нужно двоих занямать чтобы вылечиться звучит да такое заявить на приеме у психиатра говоришь мне чтобы вылечиться нужно съесть двух гномиков ну как гномиков ну вот этих сущностей в виде гномиков я думаю какие то вопросы могут возникнуть не факт конечно но скорее всего то есть сюда мы пришли просто чтобы посмотреть на бензопилу из которой хлещет кровь с полотна которая в свою очередь движется ну окей возможно это даже отсылка к мертвецам мертвецам тем которые с эшем и со всеми остальными прикольностями и да мне начало не хватать зарядов конечно ну то чтобы я как-то сильно их транжирил а вот этой штуки конечно мало или у нее как раз резист на вот такой урон да я просто жду когда наберем 9 уровень чтобы побеситься с тем мечом потому что у этой пушки есть определенные минусы ну ну не даром она название связано с безумием она прям действительно такая знаешь вот прям веришь что что-то безумное в этом есть 9 уровень кстати очень близок уже да где там где там где там ближайшая где там ближайшая даже не надо по карте свериться ибо я сейчас побегу куда-то на ту сторону а там опять таки дождь вперед именно вперед вот туда а эти пятнашки я уже разрулил сука опять дождь а это ни хрена не очевидно где именно здесь бродить нельзя ребята где вы о бежит чертяка да блин с ним ну просто невозможно заблокировать нормально вот так он еще ни разу не орал вроде бы по идее тир не должен так орать но когда его зажарили заживо ладно хрен с ним окей туда я не пойду а вот иди сюда хм опять ты тварина тебя же реально вот так замочить реально оно долго нет я его даже под землей сдеваю о давно не виделись не так и много 300 копеечек но когда ты понимаешь что эти 300 копеечек может быть тебе прилетит сука я начинаю казаться что он не просто так мазать начал ни хрена себе они вламывают а надо что-то делать с этими гномами давайте еще раз его я что разучился с ними воевать ах да сперва ты сука такой быстрый а а вот с этим наоборот более-менее научился последний удар да 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 давай иди сюда а я могу его сбить до прилета сука сука хитрожопая ладно давай давай по честному давай хорошо все давай уже 320 копеек ты чё да только что 318 было я не понял что на счетчик поставил что ли а а что это так сложно было а а отвык разучился да думаешь тварь сука я только собрал бабло не все таки нафиг эту шляпу объективно нахер эту шляпу на она может быть и хороша но урон важней а урон хорош вот с этой шляпой правда а куда бежать куда бежать куда бежать кстати интересно на этого аналоговика подействует вообще этот итог это чтобы гномов так мало было но они критически мало восстанавливают жизни ох я могу тогда играться это правда где 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 ты где ты сука скелет маг стал определенно хорош а где он первый кусок первая часть сюда мне нельзя а есть какой нибудь у меня а вот вернуться к мелисандре конечно я и забыл совсем хорошо давай вернемся и тут был сортир с этого конечно бабло отсыпется ого-го по полтиннику а где то здесь был сортир нет сейчас опять начнет лить да нет вроде все спокойно давай давай и ты и тебя тоже заново главное не улететь еще в пропасть конечно ну на самом деле он долго не ждет хотя а это будет весело лет хотя мне и так бабла ого-го не мы начинаем с на просто я такой удивляюсь что они не а а усложняют со временем а а а а я думаю что это за звуки такие думал уже психика сдает а 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 вот вот хотя что нам по уровню и еще чуть-чуть давайте еще какой-нибудь смешную шляпу прям внезапно решили прокачать мне пушку молоток бы легендарный был а то как-то не солидно обычным сражаюсь кто бы мне про апгрейдил гномов либо ты не старался убежать от яйца но все равно догонит очень жаль очень жаль что на карте не указаны сортиры это прям за да 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 хорошо я уже иду 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 он уже сортир там мелисандра эй нет нет хотя да 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 я не верю в удачу ну и к тому же четко пишет что упор идет на золото и остальные ресурсы а вот скорость я думаю может быть пригодится я не знаю на скорость атаки посохам влияет то или нет но скорость движения и вообще сейчас еще новую пушку возьму ребят подождите только вы только подождите чаще щас вот берем новый ствол который прям сильно отличается дамажит ой 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 таким инфернальным огнем он горит это практически но это практически световой меч титков ну потому что понятно да насколько добр здесь сир что он делает да 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 он согласен меня сейчас тошнит да да вот подходит это типа достижения смойся в унитаз пять раз или сколько это сделал сейчас вряд ли больше пяти плюс минус возможно опять же хотелось бы в тот же унитаз и вернуться но нет то что там скажет то мелисанды 優雅 вот я а все неприятные от легенды я Так там же льет. Да не хочу я. Вот это странно, потому что у меня что-то нету ощущения, что... Я могу добраться до этих древних руин, в которых она говорит. Там же меня останавливает дождь. Или дождь настолько точен. А может быть дождь не всегда? Вот это поворот. Да нет, вряд ли не всегда. Всегда. А может быть очень точечно, чтобы не лазил куда не надо? Ладно, сейчас посмотрим. Что тогда писать, чтобы поговорить с Мелисандой сейчас? Ты куска артефакта найти и все. Вот еще когда будет с ней говорить-то? По делу. Не ради прикола, а именно по делу. То, что ее напитки, это, конечно... Ну так поржать что-то. Так-с... Сюда нам нельзя. Канализация я был. На карнавале тоже. Вот эти руины... Вряд ли. Хотя это все древние руины. Может быть, сюда сгонять? Если я могу. Давай затестим меч. Ого, да. Ну, с ноги на самом деле вломил. Но, во-первых... Или из-за повышения ловкости, или... Потому что мечик такой. Не, мне кажется, мечик еще такой. Он очень быстрый. Так, ну, понятное дело. Всех косить, это такое себе дело. Жизнь все же влияет... Зависит от уровня. А броня это нечто другое. Может быть, все-таки еще... Пару и дни с брони. Засандалить. Еще эти цепи. Но опять такие. Давай попробуем, давай попробуем. Давай попробуем, может быть. Это же как раз там, где... Дождь. Дождь. Сука! Да, это месиво, конечно. Где червь? Вот здесь. Надо признать, с этими парнями, это уже нехилая такая комбинация. Он уже прям... Он уже прям... Может. Да. Ай-яй-яй! Сука, кидрожопая, а! С этими парнями он прям может надрать задницу. Так, я бежал сюда и продолжим, да? А давай мне гномов. Угу. Ладно. Ладно, ладно. Ага. Угу. 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 Ясно. Значит, туда нельзя. Соненько намекаю. Люс, так я этим занимаюсь, наверное, да? Да. Они так мало обсуждают. Теперь. я конечно понимаю что последнее время умирать сэр начал частенько но это же не повод так часто приходить то он горит из-за этого не видно подожди 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 вот все хорошо туда бежал а право давай направо попробуем через мост и я мое так жестко не рисковать совсем уж это типа подстава да а можно как-то иначе они нормально было так сейчас опять на логовик придет изгод чё за херня вообще задолбал да и как-то интересно это потому что вот это фигня с черепом вызвала не он здесь так и так был да в жопу всех вас не перебьешь а у меня еще и с гномами проблема интересно как-то сюда доберешься а тварь просто от чего зависит это вся фигня само собой я еще не все руины зачистил которые недоступны данный момент это все понятно но но все же их не так то просто стал находить доступные и жаждешь боссов там и меч нужен еще чтобы на 50 процентов больше лупашил уже можно уже пора ого ребята нет а что там такое страшное до разу это пазл просто головой не биться и все будет нормально но серьезно 1 это эта хрень так шумит да а перегнули шумит просто адски два раза туда я ходить не буду поэтому а а а а а а а а Играет музыка. Струмит просто чудовищно. Чего я его блокировал? Я думал, как-то сейчас выключу. Честно. Ну вот это правильно. Кто здесь сохранил нас? Да-да-да! А-а-а... Серьезно? Просто ради конфеты я сюда пришел? Ладно. Это могло быть близко. Не, меч... Очень быстрый и очень крепкий. А это он еще не проапгрейден. Даже. Капец. Они... Прям вот это... Чуть ли не самый большой косяк в игре, я считаю. Ну что, вот эти звуки, они прям... Ну я их, наверное, как-то заглушу? Наверняка. Но поверь мне, оно было прям... Очень громко. Так. Это меч. Это должен быть меч. Давай. Это очень интересно. Время от времени надевать эту шапку, чтобы восстанавливать амуницию на дальнобойном оружии. Ё-моё. Выглядит она наверняка супер дурацки. Интересно, насколько быстро восстанавливает в этом весь смысл. Ну, разумеется, когда им не юзаешь... Когда его не юзаешь, это оружие. А-а-а. Вот настолько быстро. Ну, в целом, знаешь... То есть, когда наступают тяжелые времена... Одел эту шляпу независимости. У нас есть шляпы независимости. Отлично работа, наш героиня. А он до сих пор восстанавливает? А во время загрузки останавливает? Нет? Восстанавливает? Это нифига... Это круто! Действительно независимости. Тут, как бы, очень тонко они назвали. Выглядит абсолютно идиотски. Но прикольно. А эффект такой вообще четкий получается. Буквально минутку побегал и восстановил себе пол боезапаса. Что-нибудь максимум уже, что ли? Нет. А, ему нужно какое-то время, чтобы активироваться. Хорошо, справедливо. Справедливо. А, куда? Куда? Здесь еще дождя нет? А может быть тут низины? Серьезно? Это что, этот самый? Капатиноч? Начинается, да? Начинается. Ну да, 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 да. Да, 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 да. Все было бы отлично, если бы пожилось с первого раза. Все! Хватит! Мне так нормально... Я уже узнаю. Это точно он. Фоторобот можно дальше не собирать. Какая там была хитрожопая техника, чтобы... Воздвинуть? Это левое плечо или правое? Это левая тут веревка. Хммм... Ну, нормально. Ну, нормально. Хммм... Ну, прошлый раз-то... Не так быстро было. Совсем. Стука, ну все, меч! А все это время мне пополнялся базапас? Да, он уже полный. То есть, отличная шляпа. Быстренько переодел. Немножечко побегал. Слушай, ну прелесть. И лупашешь себе по три. Тратишь по две, а лупашешь по три. Все еще выгодно. Надо сейчас него пальнуть. Оу! А вот это вот интересно... Ну нет, 20% урона дальнобойных атак это мало. А, он свалил. Я думал, как раз, надо попробовать эту штуку. Это самое. Это самое, это самое, это самое, это самое. Как она выглядит? А выглядит очень даже. Вы забываете, что я мог забыть, где он находится. Этот первый кусок. А он так мурчит славно. Аж жалко его убивать. Нет. На самом деле нет. Ни хрена не жалко. Но мурчит славно. Такое впечатление, что мне действительно нельзя подниматься на какие-то вершины. А вот в низинах бегаешь и все норм вообще. Прям четко. Вот еще одно. И, по идее, я сейчас могу, если опять дождь не начнется, могу добраться туда, где цепура. Ну, все указывает на то, что могу. Но, опять же, чтобы по 250 раз не бегать... Билли Боу! Билли Бой! Фак ю! Ей! Давай еще раз. Основился? Получил! Да-да-да-да-да-да! Сука! Да как ты же бесишь, а? Еее! Где еще? Все это были остаточные. А, нет. Подожди, а этим я могу? Как я выставил в воздухе. Сам в шоке! Честно. А как я это сделал? Даже отпускать полет не помогает. Кстати, сапогом убивает. Этих ребят он убивает сапогом. Я не знаю, как я это сделал. Но это было очень прикольно. Потому что повторить я не могу. В первую очередь. Именно поэтому прикольно. Это уже будет седьмая. О! Не, все-таки... Все-таки, если его перекатами... Тогда намного круче получается. Охренеть, ребят! Вы расстреливаете прям! И ты посмотри, сука, даже не затыкается из-за загрузки. Вообще, ни в какую. Но... Само собой. Само собой, все равно надо сюда. Я это дерьмо соберу! Я тебе сказал. Вот так. Во. Начнем эту штуку уже в следующий раз. Это будет седьмая. Пошли нахер! Хотя, а что? Как вам такое, ребят? Это прям прикольно, да? Сука, они из этих дробовиков... Все равно попадают! Где ты напрягаешься, а? Билибоба, иди в жопу, а? Где он? Ах, вот ты где! Подождите, ребят. У нас тут счеты. И еще один, что ли, там? Ладно. Ладно. Все. Я сказал, все, наверное, а? Ребят, я понимаю, что вы не кончаетесь. Начнем уже в следующий раз. И тут, в принципе, всего ничего осталось. Единственный момент, который замедляет наше продвижение, это дождь. Кто бы мог подумать, останавливающим фактором для рыцаря окажется дождь. А у него даже не полностью металлический доспех. Ну, то есть, яйца, конечно, скрипеть будут, но... Можно работать! Ну, понятно. Рыцарь все-таки. Если тебе понравилось, обязательно ставь лайк, и я буду знать, что поскорее тебе хочется увидеть именно эту игрушку. Вот. Или какую-либо другую, потому что это действует абсолютно со всеми играми на канале. Большое спасибо за компанию. Отдельный респект всем спонсорам канала за поддержку меня и рыцаря на ютубе и на патреоне. И... Бо-бой! Субтитры сделал DimaTorzok